Привет, друзья! Вы на канале Обыкновенная Мечта. Мы сегодня с Тёмиком вещаем, как всегда, из Анталии. Поздоровайся, Тёмик! Привет! По такому вопросу у нас просто шквал вопросов, особенно в Инстаграм, по поводу наших образовательных программ. Что мы выбрали? Тем, ты хочешь в турецкую школу ходить? Не хочет он ходить в турецкую школу, как и большинство наших знакомых, наших друзей. Всё-таки выбирают российское образование. Сейчас расскажу, куда наши дети ходят здесь, в Турции, чем занимаются. Но сначала мы хотим поделиться нашей находкой. Это образовательная платформа SkySmart. Там, где ты английским занимался. Да. Как тебе? Очень круто! Я не могу вас надавить. Очень круто! Всем советую! And listen to the sun. Пираты украли звёздочки. Number three, there are no stars. Теперь нет звёздочек на небе, в космосе. Number four, the Rangers... Это очень круто! Там нужно на вопросы отвечать, отгадывать, рисовать. Дело в том, что мы сейчас усиленно проходим программу первого класса и учимся, ну как базовое образование, у нас всё равно будет российское. У Дарины, у Артемия мы так решили. Дальше будет накладываться, возможно, турецкое, возможно, нет. Но английский, у нас уже сейчас, да, возникла потребность такая. Когда нам нужно было для кастинга, для съёмок прислать визитку о себе. И чё надо сказать? Hello! My name is Artemy! Hello! My name is Artemy! Вот, а у нас как бы с этим пока проблема. Английский Артемий не изучал. Не изучал до сегодняшнего дня, и сегодня мы решили всё-таки возместить этот ущерб. Ну, самое простое и самое удобное для нас это всё-таки занятия в онлайн-режиме. Хотя есть здесь педагоги, преподаватели, но мы очень-очень много уже занятий охватываем. Ходим туда-сюда, 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 и часто у нас не хватает времени даже домашнее задание сделать. Решили попробовать платформу SkySmart и занятия с английским. На удивление, на моё занятие прошли прямо на ура. Я его оставила с платформы на второе занятие, уже самостоятельно сидеть, заниматься. Занятие у нас было там для дошкольников 25 минут, у Артемия было уже 50 минут. Это первое занятие, и они пролетели, и когда я пришла, он сказал, мама, я сам выполнил домашнее задание. Тебе урок по английскому понравился? Очень понравился. Знаете что, вот все школы, самая лучшая школа у всех, что я ходила, это урок английского. Только сегодня начался, самый лучший урок, это очень круто. Там в каком-то нужной картинке делать, в каком-то рисовать. Понравилось, как она преподает, да? А ты запомнил что-то? Да. Пока Лёвкая, да? Это в начале задания сделал. Да, сам? После урока прям сказал, пап, я буду делать в начале задания, он мне включил. Да? Супер. Очень круто. Я вот в последнем не понял, там нужно было разукрасить, и это очень сложно. Это какие-то малюсенькие рисунки, я решил пропустить это. Оу. Сточки чуть-чуть сзади видно. Да. И теперь мы уже точно знаем, как кого зовут. Окей. Let's come here. Когда у меня будет следующий урок? Когда у тебя будет следующий урок? У меня на балансе там есть сейчас. Я его очень жду. В общем, это теперь наша новая находка, и английским мы, скорее всего, будем заниматься именно на этой платформе. Рекомендую, потому что реально игровая форма, он был увлечен, вовлечен, не было, он очень боялся, кстати, да? Что-то боялся, что не поймешь ничего. Да. Как на турецком сегодня. Но все очень легко, просто, и хороший контакт с преподавателем. Как звали твою учительницу, помнишь? Дарья ее зовут. Да, Дарья. Ты с ней хочешь заниматься? Угу. Тема прям уже выбрал сразу и преподавателя. Если бы преподаватель не понравился, не заходит ребенку, то его можно сменить, потому что на платформе около тысячи там с лишним преподавателей. Математика, шахматы там, кстати, есть, программирование, да, шахматами можно тоже заниматься. Английский для детей 4-9 лет и для более старших. В общем, такой небольшой отзыв. Можно пройти первое пробное занятие, я ссылочку оставлю в описании. Ну, почему бы не попробовать? Мы просто так попробовали, остались категорически довольны. Ну, а теперь, когда Темик ушел, сдам все явки, пароли. Помимо того, что мы учимся в интернет-урок, в школе онлайн, и решили за один год закончить два класса, первый и второй класс, так как, ну, по уровню Темы, он даже немножечко ему это слабовато. Занимаемся мы сами, и при помощи два раза в неделю, сейчас уже три раза в неделю, мы ходим к репетитору. Здесь у нас в районе преподаватель, который не попасть. Преподаватели русские здесь на вес золота, потому что очень-очень много детей на онлайн-образовании. Он занимается русский, делают уроки по литературе. Стоит одно занятие 80 лир. Также по-прежнему Темик ходит на ментальную арифметику, уже пошел второй год, и эти занятия нам просто очень нравятся. Как развивающие, я никаких не вкладываю там никакого смысла в это, не делаю из детей там каких-то гениев. Просто для того, чтобы у него было, ну, разносторонние такие занятия, так как школа основная дома, значит, надо вот ходить в группы, я так считаю, где у них соревновательные моменты происходят. Здесь же в Амакитс мы ходим не только на ментальную арифметику, а сейчас еще добавили скорочтение, это называется Либерика. И там тоже очень интересные игры на расширение угла зрения, на фокусировку памяти. Ну, с чтением, я могу сказать, для первого класса мы проверили, протестировали. В принципе, у Темы по нормам идет даже уже как на третий класс, к чему мы и стремимся. Мы стремимся, так как мы начали сейчас первый класс, в следующем, следующее первое сентября, планируем пойти в третий класс сразу. Да, это будет такой год экстерна. И, как я уже говорила, решили добавить два языка, медленно и постепенно. Вот сегодня только мы пошли на турецкий. Тоже к Алене, которая у нас русский и литературу ведет. Она также готовит деток на турецкую, начальная турецкая программа, совершенно спокойно. Вместе с Темой буду ходить и я, потому что турецкий уже пора давно начать учить. Не такая большая потребность у нас в нем. Вот в чем проблема его выучить, потому что в районе в нашем, Каньялты вообще в Анталии, это совершенно такой русский район, в котором, ну, сложно применение этому турецкому найти, кроме как в сетевых магазинах, маркетах, либо на рынке. И здесь мы немножко уже начинаем ориентироваться. Ну, то есть, сколько стоит, почем цифры, там, какие-то общие фразы. Если бы турецкий язык был, ну, больше вокруг нас распространен, конечно, мы бы его выучили. Так тоже один раз в неделю, 80 лир, будем ходить постепенно изучать. Также Тема ходит на каратэ. Секция по каратэ здесь именно эта федерация. Он получает пояса, вот сейчас у него уже синие. Хотя, ну, система, она отличается от российской. Я по себе помню, тоже ходила в детстве. У нас, чтобы только желтый пояс получить, надо было сколько-то там год, по-моему, отторабанить. Ну, как-то здесь упрощенная, поощрительная система. И факт остается фактом. Три раза в неделю 250 лир. А на сегодняшние деньги я переведу и подпишу сколько. Ну, просто грех не ходить. Тренировки. Тренировка идет час. И для мальчика, конечно, я считаю, это нужно делать. А у Дарины пока облегченная программа. Она ходит три раза в неделю. В такой садик «Солнышко», развивающие игры проводит квалифицированный логопед, дефектолог. Олечка, мы очень довольны этими занятиями. Стоит это 1700 лир. И как бы это недешево для Анталии. Потому что есть здесь также садики, в которых можно отдать русскоговорящего ребенка совершенно спокойно. Где русский, где турецкий. Это будет стоить примерно 2000, 2500 или 3000 лир в зависимости от садика. Ну, в принципе, за 2000 тоже можно найти садик на каждый день, на весь день. Выбор делает каждый свой. Я не говорю, что какой-то плохой, какой-то хороший. Вот нам импонирует такая система. Потому что, ну, я знаю, подаринки ей больше не надо. Она такая более домашняя. Ей прям вот нравится. Ходить не так много. Три раза в неделю заниматься. Плюс у нас, вот, то есть, ну, акробатика или гимнастика. Она иногда хочет ходить, иногда не хочет. Так, принцесса у нас на занятия пришла? Что у тебя за занятия, расскажи. У меня гимнастика. Гимнастика. Ну, хорошо. Ты будешь себя хорошо вести? Да. Ладно, иди занимайся. Стоимость занятий два раза в неделю по часу 350 лир в месяц. Пока это все подаринки. И мы вот сейчас развиваемся вот в таких направлениях. Я вас благодарю за внимание. Следующий ролик будет очень тоже интересно. Мы сейчас углубляемся в вопрос недвижимости. И так как очень прям уже на пороге у нас приобретение какой-то недвижимости в Турции. Какой-то. Но обязательно будет, потому что это прям отдельная тема. Недвижимость в Турции это не про то, что пожить. Просто где жить. И у нас нет таких, знаете, вот этих в голове, что прям вот надо свой дом купить, чтобы в нем жить. Сейчас нереально комфортно жить на аренде, учитывая то, что мы в рублях пересчитываем, курс упал. Но приобретение, да, турецкой недвижки это прям уже много лет считается таким очень хорошим пулом для инвестиций. Очень хорошая сфера для инвестиций. Никто в нем практически не проигрывает. И мы тоже хотим заняться этим. Что интересно, какие вопросы хочется вам услышать, да, ответы, пожалуйста, мне пишите в комментариях, чтобы больше у меня было тем. Пока-пока, благодарю за лайк, благодарю за комментарий.